Баскетболисты из Наринмара успешно выступили на турнире Архангельской области. Воспитанники Дворца спорта Норд уступили команде Котлас. Всего 4 очка и заняли второе место. Подробнее о том, как проходили соревнования в материале Ольги Руссол. Команда баскетболистов Дворца спорта Норд приняла участие в соревнованиях в городе Котласе. За звание лучших в турнире боролись еще 6 коллективов. Победа была непростой, но заслуженной, считает один из участников команды Кирилл Чупров. Его товарищ по команде и тезка Кирилл Волков уверен, до победы не хватило совсем немного. Играть на своем поле всегда комфортнее. На фоне остальных команд мы были довольно сильной командой. Просто мы не привыкли к залу, к мячу, ко всем этим условиям. И получается, что нам надо было привлекать, а наших соперников нет. Но мы все равно умудрялись как-то побеждать. Капитан команды Павел Чупров считает, что его товарищи очень сильные и играют слаженно. Павел, как хороший баскетболист и капитан, всегда готов поддержать команду в сложных матчах. Подбодриваю всех. Мы лучшие. Когда забиваю все время хлопаю, крещу им, что они молодцы. Второе место – это отличный результат, уверен тренер команды Владимир Рочев. Игроки обладают хорошим потенциалом к будущим победам. Также он отметил, что поездка состоялась благодаря финансовой помощи родителей. Так как группы, в которых занимаются дети, носят спортивно-оздоровительный характер. В ближайшее время команда планирует заявиться на первенство России. А пока юные спортсмены участвуют в юбилейных, десятых соревнованиях школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». В этом году она проходит по сокращенной программе. У мальчиков в лидерах школа три, у девочек в лидерах школа номер один. Они, скорее всего, будут победителями в старшем возрасте. В младших возрастах мы не выбираем в этом году команды, которые у нас участвовали в финале четырех в предыдущих сезонах. Но тоже будут определены лучшие игроки и лучшие команды. То есть в двух возрастах мы играем, 10-11 классы, 9 классы и младшие. Игры проходят по круговой системе. В результате будет сформирована сборная команда лучших игроков, которые и будут представлять нашу округ в финале. Награждение победителей состоится 11 марта. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.